Возрождение национального самосознания, духовно-нравственных ценностей и духопатриотизма в воспитании подрастающего поколения. Этому вопросу сегодня придают государственное значение. Малую роль при этом отводят дошкольным учреждениям. Это актуальное интервью. У нас в гостях воспитатель Центра развития ребёнка Детского сада «Гнёздышко» Татьяна Рослякова. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, в последнее время всё чаще говорят о проблеме духовно-нравственного воспитания и о необходимости его возрождения. Какую роль при этом уделяют дошкольным учреждениям? Хочется отметить, что сейчас в дошкольном образовании, когда идёт речь о ребёнке-дошкольнике, мы говорим о воспитании, а не о его обучении, не о подготовке его к школе. И поэтому основная миссия Детского сада — это научить ребёнка быть добрым, счастливым, здоровым, успешным, чтобы он умел общаться со сверстниками, умел жить в обществе. И ребёнок не рождается злым или добрым, он не рождается нравственным или бездравственным. Нравственность и духовность, она же не рождается сама собой, её нужно воспитывать. И в первую очередь это воспитывается родителями, потому что они несут ответственность перед обществом за воспитание своего ребёнка. И, конечно же, детский сад. Как показывает практика, удаётся привить детям такие ценности, кажется, простые, на первый взгляд? Ну, хочется отметить, что в детском саду этому уделяется очень большое внимание. Потому что это начинается и с работы воспитателя на группе, это работа всего коллектива. Это и без взаимодействия, без сотрудничества с семьёй воспитанников эту задачу решить невозможно. Потому что молодые родители, как чаще сейчас мы наблюдаем, это молодые родители, которые приводят своих воспитанников в детский сад. Во-первых, когда они вступают в эту родительскую школу, они не открывают учебников в педагогике, психологии, они не имеют никаких педагогических знаний и умений. И, во-вторых, это дети, как говорят, перестройки, когда разрушались общественные какие-то организации. Не было уже пионерии, не было комсомола, когда мы боролись за какое-то общее дело, были коллективные дела, совершались добрые поступки. И поэтому основная задача педагога, как нас, это, во-первых, помочь родителям осознать, что воспитание, нравственное и духовное воспитание ребёнка начинается в первую очередь в семье. Потому что родители — это первые воспитатели ребёнка. А мы уже им помогаем, сотрудничаем, взаимодействуем с ними. И всё-таки на первом месте стоит семья. Да, безусловно. Безусловно, потому что я ещё повторюсь, что семья — это первые воспитатели своего ребёнка. Но без помощи детского сада всё равно они не могут, они не то что не могут, они не знают, как правильно решить эту задачу. Потому что сейчас темп жизни и обстановка диктует совершенно другие, наверное, на первый взгляд. На первый план выходят ценности более материальные, да, чем нравственные. Поэтому задача педагога, воспитателя вообще на группе и всего коллектива детского сада — это привлечь внимание родителей, помочь им. И главное, чтобы в детском саду, например, у нас, мы стараемся использовать такие более формы сотрудничества с семьёй. На первых родительских собраниях воспитатели знакомятся. Огромную работу проводит у нас социальный педагог Мария Геннадьевна Чуркина, которая проводит мастер-классы, которая проводит семейные клубы, создаются на базе детского сада. Педагогические гостины, где родители делятся своими мыслями, мнениями, обсуждениями, решают какие-то проблемы, которые для них и для их воспитанников, для их детей важны. Затем огромную роль, конечно, вообще хочется сказать, что работа воспитателя на данный момент в детском саду с родителями, она очень сложная. Есть какие-то методические рекомендации, но готовых рецептов и технологий нет, потому что каждая семья индивидуальна, и к ней нужно подходить тоже индивидуально. Поэтому здесь и воспитатели, и специалисты детского сада, они работают общими усилиями над этой задачей. Родители очень активно принимают участие в каких-то совместных выставках. Например, воспитатель по изобразительной деятельности Ирина Владимировна Казионова проводит в мини-музее детского сада очень интересные выставки. И «Ах, матрешечка», и «Русский самовар», «Картошечка» в музее «Картошки» был. И самое главное, что родители были не просто зрителями этих выставок и рисунков, которые проводит Ирина Владимировна, но они активно включались в эту деятельность вместе со своими детьми. То есть цель сделать что-то вместе со своим ребенком? Конечно, потому что главное, чтобы была какая-то коллективная работа, чтобы какая-то была одна цель, чтобы ради этой цели что-то сделать хорошее, приятное другим людям. А дети как относятся к каким формам работы? Ну, конечно, детям очень интересно, потому что если папа и мама просто сидят на стульчике и наблюдают, как дети поют или рисуют или танцуют, то это одно. А когда ребята в одном кругу или за одним столом работают со своей мамой и папой, и видят результат своей работы, то, во-первых, и семейное воспитание, о котором сейчас очень много говорится, поднимается на более высокую ступень. И родители же открывают своих детей совершенно с другой стороны. А у вас существует какая-то программа, какой-то план, по которому вы работаете? Ну, это в соответствии с годовым планом нашего образовательного учреждения и план работы с семьей. Но он раньше назывался план работы с семьей, сейчас план взаимодействия с семьей. А что касается каких-то форм работы патриотического направления? По патриотическому воспитанию оно и раньше не забывалось, потому что, например, такие тематические вечера, как Дню Победы, они проводились всегда к 23 февраля. У нас замечательная проходит всегда акция. Мы собираем подарки нашим военнослужащим, которые приходят к нам на праздники 23 февраля, в канун или после праздника. В патриотическом воспитании способствуют совместные праздники развлечения с родителями. Это и в спортивном зале. И у нас сейчас добрая традиция с детской и юношеской спортивной школой «Наша поселка Искатели». И недавно в ноябре буквально проходила замечательная акция, спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья». Семьи воспитанников с мамами, с папами, с братьями, с сестричками соревновались и получали огромное удовольствие. То есть у вас развита практика еще и взаимодействие с другими какими-то организациями? Ну да, потому что без социального окружения, то есть то, что ребенок не живет только дома и приходит в детский сад. Естественно, взаимодействуем с клубом «Созвездие» нашего поселка «Искатели», где ребята участвуют и в конкурсе чтецов «Дню Победы». И когда приглашают нас на какие-то театральные постановки, мы с удовольствием их посещаем. Затем клуб «Звездочка». Очень ребятам нравится посещать выставки, КВН, викторины, которые проходят на патриотическую тему, либо по региональному компоненту. Какие формы работы хотелось бы еще включить? Может быть, есть что-то такое, чего у вас нет, но что хотелось бы еще провести? Ну вот сейчас Мария Геннадьевна Чуркина, это социальный педагог нашего детского сада, она вводит в практику новую форму работы, это семейный клуб. То есть вот сейчас только начало, родители ушли с домашним заданием придумать название этому семейному клубу. То есть там будет у нее основная цель, это взаимодействие со своим ребенком, позитивная как бы педагогика, уметь общаться со своим ребенком. И в этом семейном клубе будут принимать все специалисты нашего детского сада, которые как бы призваны на помощь. И поэтому я думаю, что эта форма будет интересна и увлекательна. Как показывает практика, все-таки активнее мамы или папы тоже принимают участие? Ну видите, здесь надо отметить, что у нас есть особенность. Место работы папы чаще всего у нас находятся на работе в тундре. Но когда они прилетают и когда получают приглашение на какие-то совместные праздники, то обязательно, если мама или папа не могут, то у бабушки и дедушки мы хотим отметить, что они не менее активны, чем родители. А вот вы можете сказать, какую-то позитивную динамику вы видите в детях есть после вот этих форм работы, после всех этих мероприятий? Позитивно, во-первых, то, что для самих мам и пап и их детей это, во-первых, яркие минуты сотрудничества, каких-то дружеских игр, создание чего-то нового. То есть время, когда мамы и папы чаще всего приходят домой с работы, либо ребенок на кружке, либо посещает какую-то секцию. И свободного времени для общения даже со своим ребенком у нас чаще всего катастрофически не хватает. И поэтому, когда ребенок сам подходит и сидит, и мам, давай сделаем, а мы хотим вот поучаствовать там-то и там-то, то я думаю, что родители сначала с опаской к этому относятся, потому что взрослым всегда очень трудно опуститься до уровня детей. Им даже и не страшно, они просто забыли, что они сами были какие в детстве. Но потом, когда они уже вовлекаются в эту деятельность, то это все забывается, и результаты потрясающие. А от родителей есть какие-то предложения? От родителей предложения? Ну, пока мы стараемся их сделать жизнь вообще в нашем детском саду очень насыщенной, яркой. И поэтому это все покажет конец года, когда будут анкетирования, когда будут итоговые родительские собрания, где мы у родителей будем спрашивать, что бы вы еще хотели увидеть, поучаствовать. А можете назвать вот несколько самых таких вот главных ценностей, которые нужно вот как раз-таки в этот период взросления ребенка, в этом возрасте вот ему привить? Что вот самое, на ваш взгляд, главное? Ну, мне кажется, что самое главное, чтобы ребенок был добрый, чтобы он умел жить в обществе, чтобы он был способным решить проблемы и какие-то задачи мирным путем, чтобы он был креативный, чтобы он был успешный, чтобы он смог применить те знания и умения, которые ему мы даем в любой ситуации. Но самое главное, все равно, мне кажется, что миссия детского сада, чтобы ребенок был счастливым, здоровым и успешным. Татьяна Евгеньевна, спасибо вам за интересную беседу. Я напомню, сегодня мы говорили о духовно-нравственном воспитании ребенка. Это было актуальное интервью. До свидания.